Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман, вы на канале Камарачи, и сегодня мы рубим в реальную рыбалку, как всегда, и продолжаем ловить, продолжаем ловить канального Сомика, и хотелось бы кое-что вам сказать. Прежде всего хотелось бы, опять прощения за то, что не выходило долго видео, как вы знаете, что был праздник 23 февраля, поэтому всех вас поздравляю с прошедшим праздником, счастья, здоровья, любви, удачи, семейного благополучия, денег и всего-всего-всего самого наилучшего. Ну а вкратце, что было выходные, просто была куча работы, гости и всего-всего-всего такого в этом духе, поэтому некогда было совершенно снимать видео и подготовиться, естественно, к записи. Вот, поэтому эта серия будет опять про ловлю канального Сомика, если кому-то не интересно, то можете не смотреть. Вот, а в следующем видео я уже постараюсь более-менее подготовиться и что-то показать интересное. Кстати, может быть еще и нет, давайте, наверное, вернемся, может быть мы сыграем турнир, посмотрим, какие есть турниры, я просто не помню. Я в ней видео играл, кстати, вот сейчас вы видели деньги. Так, у меня математик-турнир, так, 18.00, да. Так, лесная река, сумма цифр веса 17. Катушечка серебро. Так, я уже записан, 18.00, но это еще очень долго, поэтому, наверное, будем в следующей серии играть этот турнир. Я, то есть, заработал неплохо денег, удалось мне это хорошим трудом, деньги здесь зарабатываются крайне сложно. И как написал один подписчик в комментариях, что надо где-то на снасти на Аропайму, где-то 1800-900. Я чувствую, это серии, наверное, 15-20 ловли просто тупо на рыбхозе. Я не думаю, что вы это выдержите, но как бы приостанавливать съемку серий тоже, как бы, ой, не хочется совершенно. Вот, честно, правда, не хочется играть только тогда, когда я, получается, могу вне видео, а потом через, там, недели, две недели выкладывать какое-то видео. Но это не целесообразно вообще, потому что хочется регулярного съема видео и, как бы, общения с аудиторией, с подписчиками, со всеми остальными. Вот, поэтому, дорогие друзья, советуйте в комментариях, где можно побольше заработать денег за одни игровые сутки. Если можно где-то заработать 1100, то непременно выкладывайте, потому что буду стараться вечерами, если будет такая возможность, хотя бы по полтора часа играть, чтобы как-то вот подзаработать денег. Кстати, сундуки мы копим, ключи выпадают. Спасибо непосредственно тем, кто в комментариях написал, что нужны ключи. Мы это все дело копим, потом на видео мы это откроем. Кстати, я еще прочитал в комментариях, ну, естественно, комментарии на плеймаркете, что у людей пропадают деньги, пропадают ключи, пропадают сундуки, какие-то вещи с антарей. И вот я не помню люди, а некоторые даже написали, что у них лицензия, поэтому, как бы, я тоже немножечко побаиваюсь, думаю, каждый раз захожу в игру и думаю, не дай бог у меня что-то пропало. Не очень бы хотелось, чтобы у меня что-то пропало, потому что, как бы, я понимаю, что у меня не сильно много пока вложено труда, но все равно какой-то определенный труд и вклад уже вложен, да, в этот проект. И поэтому что-то терять, такое основательное, я не готов. Кстати, по поводу турниров. Все-таки есть вариант не зарабатывать деньги, прям сидеть и долбить, 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 чтобы купить какую-то снасть. А вот именно зарубиться в турнир, вот там вот в турнире катушка 100% вы видели, да, выпадает. Вот эта катушечка вот как раз нам подойдет на Аропайму, но только первое место-то, конечно, тяжело будет занять, но, в принципе, это все реально, это все возможно, главное просто стараться. Играть турнир, занять первое место возможно. Да и вообще, любая, как бы, катушка на халяву, плюс деньги, но деньги в турнирах реально копейки. Я не знаю, как на других базах на каких-то, но копейки. Кстати, сейчас у меня рыбхоз уже стала платная локация, для нахождения на рыбхозе я уже должен платить деньги. И, по-моему, там сутки 2000 рублей, то есть мне надо, естественно, эти деньги отбивать. Ну, как бы, если даже просто канального сомика ловить, эти деньги отбиваются. Поэтому, кто поедет сюда зарабатывать деньги, если есть такая вот снасть, как у меня примерно, есть блесенка, можете купить 2-3 блесенки, на всякий случай, если вдруг оборвете, потому что я любитель такой. О, градские, ребятки, градские. Неплохой толстолоб. То вы эти деньги, естественно, отобьете, но нужен за. Отобьете и заработаете денег. То есть я вот на своем опыте могу гарантировать, что я по-любому зарабатываю где-то 1015. Ну, может за сутки, если именно за сутки, может быть и больше, может тысяч где-то 20 я зарабатываю. Но именно, ну вот такая вот рыба, она вообще тут копейки стоит. Боже, как у меня, у меня почему-то мышка. Блин, хреново, что-то стало контакт ловить с поверхностью. Зараза. Ага, Сомик, Сомик. Канальный Сомик. Еще можно прикупить снасти и пойти на Сома, половить Сома. Но снасти нужны очень лютые. По-моему, кто-то, я читал на форуме, писал, что 600 кг снасти на 600 кг нужны. Или что Сом на 600 кг клюет. Или не на 600, а на 200. Ну, что-то там веса сумасшедшие. По поводу Арапаймы, тоже посмотрел видосы. Она редко клюет. Я вот не знаю, ее напишите в комментах, для опыта надо ловить? Или ее надо ловить для денег? Потому что что-то поклевки у нее реально редкие. Правда редкие. А пока, кстати, вот можно сейчас выйти посмотреть. Я вот не знаю, если вот я выхожу с локации, время, вот выйти с локации, у меня время считается или нет? У меня один день оплачен. Или у меня не идет в зачет. Кстати, стремление к реке Мокша написали уже в комментах мне, кто читал, кто видел, что бесполезная река, ловить здесь нечего. Озеро в деревне, не помню, писали ли или нет. Вот на Волге, по-моему, писали, что можно что-то половить. А так самая кормушка, это рыбхоз у нас получается. И вроде бы лесное озеро вот здесь или ледяное озеро, там можно что-то само в там половить. Итак, вот мы с вами половили вот 7 минут реального времени. Давайте продадим. Вот, 7-8 тысяч. 8 тысяч денег. Но это я вам хочу сказать, это от везения зависит. В принципе, вы можете тягать малька и в итоге вы мало чего поймаете. Давайте залезем в магазин. И здесь посмотрим, какой нам нужен спиннинг. Так, спиннинг нам писали. Ох, что ж мне тогда подписчик писал. На 200 кг, по-моему, надо брать. То есть вот 200-300 тысяч. Давайте катушку посмотрим. Вот так, не туда смотрю. А, 130% мощности. Но для начала, думаю, для начала на Аропайму хватит и 100% мощности. А леска, леска, леска. У меня, наверное, такой нет в леске, да. Ну, можно не 200 кг, а где-нибудь на турнире взять 250 или, то есть, побольше, повыше. Естественно, захапать эту леску. Это, в принципе, все возможно. Все в руках. Три бронзовых ключа. Вот, турнир в 12.00, да. Кстати, мы, может быть, возможно, можем его тоже сыграть. А что тут у нас еще есть за турнир? Давайте посмотрим. Количество. Карасевый пруд. В 12.00. Спиннинг лавкач на 119 кг. Необходимо поймать наибольшее количество рыб, вида подлещик. Давайте. Вот что выбрать? Вот это выбрать или лучше вот этот? Ключи, в принципе, я не знаю, что может упасть складов, поэтому, да, и цифра 14.00. Не очень люблю такие турниры, поэтому напишите в комментах. А вот, думаю, турнир на количество, на Карасевом, мы, думаю, сможем, то есть, вывести, особенно... А, на несколько нельзя. Даже так? Во, блин, а интересно, если я откажусь, а потом смогу опять на него вернуться? Или эти... А, или эти турниры, потом они будут не совмещены, мы пропустим какой-то... Да, по времени мы пропустим, мы не успеем. Ладно, придется выбирать. Ну, раз уже здесь, да, зарегались на катушечку, то давайте, естественно, будем пробовать катушечку. Но это будет уже в следующей серии, потому что в этой мы не успеем. Поэтому в следующей серии ждите турнирчика. Ну, вот примерно так и будет. Еще у меня была идея закупиться снастями именно на... По-моему, на что мы тут ловили? На икру, если я не ошибаюсь. Именно половить этих... Ну, вы поняли, думаю, у меня... Как их называть? Форелевые... Форелевые... Сетры... Нет, форелевые виды. Рыбы. И получать опыт. А тоже там вроде люди писали, что это все форум я вам штудирую, потому что я читал. Можно неплохо заработать здесь, а на форелевых видах. Но, в принципе, на спиннинг тоже можно неплохо зарабатывать деньги, что я и делаю, стараюсь. Но просто именно если вот так вот каждую серию снимать, вас это задолбет, я думаю. Но вообще, по сути дела, буду стараться, говорю, разнообразить и будем стараться что-то делать. Еще хотелось бы похвастаться, конечно, показать не могу сейчас, но потом, если фотку вставлю... Моя девушка подарила мне наушники, очень крутые наушники вообще, сейчас я их записываю, звук просто шикарен. Не знаю, огромное ей вообще просто спасибо, она у меня умничка. Вообще поддерживает меня очень сильно, поэтому огромное ей спасибо. Ага. Так. Ну, что-то вообще, да, не очень. Ну, цель до 20-го разряда, мы, наверное, с вами будем очень долго идти до этой цели. Прям очень-очень. Но в следующей серии у нас турнир с вами назревает, и может быть что-то интересное в плане, я, может, на форуме что-то вычитаю по поводу других мест ловли рыбы, и мы с вами половим. А в ней видео, естественно, я буду потихонечку играть и зарабатывать деньги. А потом я, возможно, я, кстати, снимал уже один такой отрезок своей игры. Я где-то заснял на час времени, может чуть меньше. Я буду выкладывать, я, короче, их слеплю, ускорю несколько тысяч раз и выложу, чтобы вы посмотрели, сколько у меня примерно финальная сумма получилась со всего этого заработка. Но тоже, знаете, то есть это в общем будет у меня вообще, то есть это между вот этими вот выходом этих серий, но все равно, то есть, чтобы вы понимали, да, я там потом напишу, сколько я ускорил, хотя бы примерно вот какая работа была проделана, чтобы не говорили, что я кого-то обманываю или еще что-то. Я как-нибудь тоже выложу серию, там назову, там, супер там ловля в ускоренной съемке, в ускоренном монтаже, как-нибудь так. Пафосное название придумаем. Ну, а разрядик что-то у нас медленно идет. Вот насчет реально осетровых или форелевых вид, я прям задумался, если две снасти купить, но это как раз я потрачу все, наверное, свои деньги, где-то купить, ну, не все, но половину точно. 20-го уровня снасти, 20-го на 20 килограмм, две штуки. О, ключик. Это уже будет крутяк. И мы, получается, эти снасти сюда, да, вкинем, две штуки у нас будет. Ну, и плюс еще аж наживка. Но это такое занятие, как бы, по сути дела, потому что, честно сказать, я не думаю, что это будет выгодное вложение. Кто досмотрел до этого момента, скажите, пожалуйста, это будет выгодным вложением или это все-таки бредятина? И лучше придумать что-то другое. Или так же ловить сомика, потихоньку продолжать и копить 900 тысяч, но это будет долго. Очень долго. Единственное, если нам повезет в турнирах, мы выцепим какой-нибудь нормальный спиннинг или нормальную катуху, и тогда сможем потратиться уже именно на что-то одно. Либо на леску, на спиннинг, либо просто на спиннинг. Если то и то удастся выцепить, там уже посмотрим по обстоятельствам. На данный момент нам хватается только на что-то одно. На катушку, на спиннинг или на леску закупить. На рапайму. Я знаю, что в русской рыбалке можно было экспериментировать. То есть можно было взять катушку послабее, к примеру, да? А лесочку взять помощнее. И то есть, как бы нормально было. Но только там катушечка ломалась. И иногда советовали типа леску взять послабее, а катушку помощнее. И получалось так, что можно ловить. Получается леска порвется, а катушка то есть целая останется. Как бы леска дешевле стоила, можно было леску потерять. Это не страшно. А вот катушка, если она вернется, это уже, конечно, караул. С этим я согласен. Кстати, этот спиннинг у нас уже тоже так нормально подизносился. Если мы зайдем. Уже посмотрим, что уже 60%. И больше у меня как бы спиннингов нет. Катушка 64. Ну ее мы можем заменить. Пенелит, вот это я выиграл. Метеором сильно жалко. А Пенелит как бы 2%. В принципе, роли сильно не играет. Леску тоже придется, скорее всего, покупать новую. Но леска еще пока живет. Ее еще пока хватает. Единственное, вот только вот спиннинг придется нам покупать. Это то есть еще вложение. 77 килограмм спиннинга. Это, по-моему, неплохое вложение. Сейчас давайте зайдем в магазин, приценимся. Не помню так все на этот. А, даже такого нету, да? Даже такого нету. Ну, в принципе, полтинника, я думаю, нам хватит. Таких прям огромных видов рыб не ловится. Я думаю, полтинника хватит. 28 тысяч. Не думаю, что вот это будет нормальный. То есть, выбор 100 килограмм. Мы такую рыбу не ловим. Не ловим. Вообще, глянь, у тебя 600 тысяч есть. Нифига себе. Нифига себе. Крутяк. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Герман, это канал Акомарачи. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok